ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Так называемый кванта-музей. Здесь прямо у входа коллекция ретро-техники. Телефоны 90-х годов, фотоаппараты 80-х, тетрис-калькулятор и многое другое. Да, на такой аппарат селфи точно не сделаешь. Ведь такой телефон шел со специальной базой. А вместе это весит около 4 килограммов. На этот фотоаппарат селфи тоже вряд ли получилось бы сделать. А вот хорошую фотографию вполне. Прямо сейчас мы это и попробуем. Мелодия из этих проигрывателей звучит ничуть не хуже, чем из сотового телефона. В 20-х годах прошлого века был даже свой музыкальный портативный проигрыватель. Патефон. Сейчас мы попробуем его завести. Делаем примерно 15 оборотов. Политехнический музей уникальный для нашего округа. Здесь можно не только посмотреть на экспонаты, но и потрогать практически каждый из них. Многие из этих вещей в рабочем состоянии. Поэтому музей можно по праву назвать интерактивным. И не только. Это стало настоящим народным музеем. Мы бросили клич в народ. И нам, вы знаете, довольно быстро начали стекаться экспонаты. У кого-то лежат на интерсоре, в гаражах, на дачах. Старая техника, старые какие-то испорченные приборы, которые мы ремонтируем. Всего в экспозиции музея около 700 экземпляров. Один из самых больших – это мотоцикл «Урал». Именно такой мотоцикл был у моего дедушки в деревне. Поэтому я мимо него пройти не могу. И даже, наверное, я посижу на нем как в детстве. На сегодняшний день всего лишь 3% выпускаемых мотоциклов «Урал» продаются в России и странах СНГ. Основной рынок сбыта – другие страны. Поэтому этот экспонат – настоящий эксклюзив. Рядом с ним легендарный пулемет «Максим», корабли и самолеты в миниатюре. И отдельный большой стенд, где расположили оружие. Это самый древний экспонат нашей экспозиции. Это ружье нашлось в Ханты-Мансийске. Причем на развале какого-то сарая или гаража его нашли. Принесли без задней мысли, просто потому что оно оружие. Принесли его показать мне, что из себя представляют. Оно было все в страшном состоянии. И когда я почистил его, дошел до клейма, клейма здесь находится, оказалось, что это ружье 1854 года. Получается, что этому ружью уже более 160 лет. И у каждого жителя и гостя окружной столицы есть возможность поддержать раритет в руках. Вот если нажимаете на круг, и тогда оно падает. Политехнический музей открылся на базе детского технопарка «Кванториум». Здесь дети могут не только познакомиться с основными принципами и законами физики, но и увидеть наглядно, как они работают. Сегодня это единственный политехнический музей в округе. Он был создан по подобию своего старшего брата в Москве. Конечно, Югорский музей не такой масштабный, но не менее интересный. Можете убедиться в этом на собственном опыте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова